Приветствую вас. Во-первых, хочется сказать, что вам необходимо выговориться, в первую очередь, выговориться, выговориться, и ещё раз выговориться. Я не знаю, как у вас обстоят дела в социальном аспекте, ну, отношении. Я не знаю, как вы взаимодействуете с людьми, ну, другими, вот. Ну, я полагаю, что уже очень давно вы не чувствовали себя женщиной, вы не чувствовали себя личностью, вы не чувствовали себя кем-то, помимо мамы, помимо, значит, жены, причём такой жены в негативном смысле слова, да, в деструктивном смысле слова. Вот. И так далее. Это вот первое, что вам нужно сделать. Выговориться и почувствовать себя просто в другую роль, и вообще вспомнить, какая вы были до брака. Вот. Какая вы были до рождения ребёнка. Вот. А второе, что нужно, это, конечно, посмотреть, значит, в интернете игру такую. Вот. Есть такая игра в интернете. Она называется «Какой ужас». Это психологическая игра, в которую играют люди, и вы играете в эту самую игру. «Какой ужас, если бы не он». Все эти игры, ну, они сводятся, по сути, к тому, что человек, во-первых, избегает ответственности, во-вторых, боится близости, и, в-третьих, значит, не простраивает свои личные границы. То есть у него нет чёткого понимания, да, того, какой он и какой другой человек. И, соответственно, понять, где заканчивается он, и начинается другой, для такого человека, ну, весьма-весьма проблематично. Вот. И поэтому вот над этими вещами вам нужно работать. Ну, что здесь вам порекомендовать? Пожалуй, могу порекомендовать вам только лишь хвалить на данном этапе, вот на данном этапе, на данной этапе вопрос. И ответ, да, я могу вам порекомендовать, значит, почаще себя хвалить, и почаще именно самой, самой именно, делать что-то для себя, да. То есть не ждать пока, вот, там, не просить у мужа что-то, да, и так далее. А именно, вот, делать что-то для себя, самостоятельно. Именно самостоятельно, не через других людей. Вообще, как можно, значит, чаще действовать именно самостоятельно, а не ждать, что кто-то что-то для вас делает. Вот. Далее. Значит, что касается одиночества, то здесь стация такая, что одиночество, если вы боитесь его, значит, вы себя, опять же, не принимаете до конца. До конца, если вы себя не принимаете, значит, с этим нужно работать, это заниженная самооценка, и это, по сути, сделало нечто, что вам, ну, было внушено родственниками, родственниками, в частности, вашей мамы. Которая, например, именно мама, да, она, скорее всего, вам и внушила эту идею о том, что и ребёнок мужчинам не нужен, и что кому-то нужна одна, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ваша мама, она к себе, очевидно, относится не так хорошо, ну, и вы, соответственно, точек-тоти к себе относитесь из-за этого поскольку, поскольку, вот. Что касается вашего мужа, то, опять же, вы на него очень сильно жалуетесь, вот. Но, вопрос здесь, на самом деле, только один. Какой стимул вашему мужу делать всё то, что он должен делать, по вашему мнению? Зачем? Вы говорите, что «меня сводит с ума, это его двойственность». Вы только вдумайтесь, то, что вы говорите «меня сводит с ума, это его двойственность». То есть, вас сводит это с ума. Но, простите, какое отношение имеете вы к тому, что делает муж? В здоровых отношениях, здоровых отношениях, есть вы, есть муж, есть его позиция, есть ваша позиция. И каждый из вас делает то, что, ну, собственно, он считает нужным. И всё. Вы же, как-то, ну, пытаетесь своего мужа понять, вместо того, чтобы понять себя. Понимаете? Это ещё одно, значит, ну, подтверждение тому, что вы, значит, больше думаете о нём, о маме, чем о себе. И здесь можно говорить о личном пространстве, здесь можно говорить о личных границах, да, и, собственно, о взятии ответственности на себя за то, что происходит. Далее. Если говорить о том, значит, вот вы говорите, что я всегда думал, что, значит, ну, мужчинам не нравится, да, то, что у женщины ребёнок. Откуда вы взяли эти данные, ну, откуда вы взяли вот это вот? Почему вы решили так? Это вам мама сказала? А знаете ли вы, что для серьёзного мужчины, то, что вы с ребёнком, говорит о том, что вы хорошая, отличная, подходящая женщина, которая может и домашний уют устроить, и заботиться умеет, и любить умеет, и на неё положиться можно, и так далее. Откуда у вас идея о том, что мужчины не воспринимают женщин, ну, собственно, с детьми? Вот. Или опыт был, или что? Что касается мужчин, то мужчину вы себе выбрали под стать, то есть, если вы недооцениваете себя, то, соответственно, человека вы выбрали такого, который также не ценит себя, но при этом и обладает достаточно низким эмоциональным интеллектом, чтобы понимать, что именно с ним происходит и почему. Вот. И, на мой взгляд, это, в общем, вполне себе нормально. Вот. То есть, смотрите, вы с этого говорите, да, это требование к мужу. Это именно требование к нему. То есть, он, вот, он должен быть, он должен делать то-то, то-то, он должен быть таким-то, таким-то. Знаете, в чем дело, он не должен быть, он такой. Вспомните, опять же, когда вы только познакомились, да? Когда вы только познакомились. Как он себя вел? Ведь он же не был таким. Скорее всего, нет. Скорее всего, он был совсем другим. Скорее всего, он вел себя по-другому с вами. Верно? Верно. А потом, что поменялось, что случилось потом? Ведь ребенка-то у вас не было в начале. С какого момента он стал так себя вести? До рождения ребенка или после рождения ребенка? Знаете? Вот. То есть, на мой взгляд, все вот это вот нужно разбирать. И вам нужно вспоминать, какая вы были до того, как вот, ну, до того, как с вами случился брак, скажем так. Вот. Мне кажется, что это вот один из ключевых моментов. Давайте рассмотрим ваш текст. Значит, не могу решиться на развод. Что-то вас останавливает? А. Б. Вы получаете вторичную выгоду в виде, значит, снятия с себя ответственности. Глодит срок одиночества, либо у меня уже комплекс жертвы и полностью убитая самооценка. Ну да, комплекс жертвы и полностью убитая самооценка. Да, с этим нужно работать. Не верю в себя и не верю, что со мной может кто-то интересоваться. Ну так, а вы сами можете с собой интересоваться? Вы сами интересуетесь собой, если вы хотите, чтобы вам кто-то заинтересовался? Начните с себя, понимаете? Просто начните с себя и просто начните отстраивать свой внутренний мир. То есть, не надо рассчитывать на то, что кто-то внезапно обратит на вас внимание. Не нужно. Не нужно гадать, понравитесь вы, там, не знаю, кому-то или нет. Не надо. Гадать не нужно. Вы просто делаете то, что вам нравится, просто занимаетесь тем, что вам нравится, вы просто делаете то, что считаете нудным и всё. Понравитесь кому-то? Хорошо. А не понравится, вы не можете, ну, не сможете, потому что, как бы, ну, я вас, конечно, не видел, но я уверен, что определенный интерес для мужчин, вы представляете, вы не можете его не представлять. Просто, в принципе, вот. Вот. Потому что, ну, потому что вы женщина. Понимаете? Вот. И вам, в общем и целом, достаточно просто быть с собой. Вот. Но для того, чтобы быть с собой, нужно понять, какая вы. А для этого нужно отправить свой внутренний мир. Отстраивать свои границы, свои ценности, свои идеалы, свои стремления. Вот. И ответственность нести именно за себя. То есть, не чтобы другие люди несли ответственность за вас, но именно за себя вам нести ответственность нужно. Самой. Но свои мечты, например, ответственность нести. Так же. Так же. Нужно. Нужно. Самостоятельно. Вот. А вы. Пока. Вот. То, что вы делаете, это. Не в эту сторону вы двигаетесь. В общем. Так. Дальше. Значит. Два месяца назад вышли на работу, наконец, мне там комфортнее, чем дома. Ну, вот. Понимаете? Да. Вот. Как так получилось, что на работе комфортнее, комфортнее, чем дома. Вот. Значит. Так. До этого ребенок вышел в садик и целый год почти постоянно болел. Ну, вот. Вы не задумывались о том, почему ребенок постоянно болел? Иммунитет. А иммунитет из-за чего? Из-за нервов. А нервы откуда? От вас. А те редкие периоды, когда он еще в садике, я еще не работала и могла остаться дома. Я только могла лежать целый день и перебирать какие-то передачи по телевизору. Ничего не хотел сделать. Ну, понимаете, какая история? С одной стороны, я допускаю, что вам нужно было порегистрировать, отдохнуть. А с другой стороны, то что вы перебирали передачи по телевизору, говорит о том, что вы склонны вот так вот уходить в другую реальность, нежели чем решать проблемы. То есть, опять же, это нежелание брать ответственность за себя и за свои действия и поступки. В моей семье проблемы. Я хочу разводы, не знаю, как это осуществляет. Как это реализовать? Нет, вы серьезно? Вы хотите разводы, но не знаете, как это реализовать? Во-первых, хотите разводы, почему и зачем? Во-вторых, просто берете и подаете заявление на развод. Выпишите бредом, боитесь быть одной. Из-за чего? Почему? Почему боитесь быть одной? Что такого страшного? С родением ребенка отношения ухудшились на фоне возникающих проблем, в которых муж не хотел участвовать и бесился. Что за проблемы? Почему отношения ухудшились? Какой был ребенок у вас? Ну, то есть, я имею в виду, желанный, нежеланный. Понимаете ли вы, что ребенок считывает информацию, если вы говорите, что на фоне рождения ребенка у вас вот произошла такая история, значит, скорее всего, ребенок будет чувствовать себя виноватым в том, что он родился. и, значит, у него будет похожая судьба, что и у вас. Может быть, вы чувствуете себя виноватым перед своей мамой за то, что, ну, за то, что вы родились, например. Я не знаю, конечно, это тоже нужно разбирать. Ну, то есть, все, что вы делаете, это все как бы влияет на ребенка. И вопрос у меня, на самом деле, он такой вопрос-то. Так, а зачем вы тогда ребенка своего лечили? Вот вы вроде заботитесь о нем, вроде переживаете о нем. Так, а зачем тогда? Для чего? Если он у вас будет жить примерно так же, как вы? Или вы считаете, что это жизнь? Если вы не хотите, чтобы он так жил, ну, тогда, может быть, имеет смысл как-то по-другому себя вести. Может быть, имеет смысл тогда как-то иначе, как-то все-таки, хотя бы для ребенка уже решиться на что-то избавить его от этого негатива, который, ну, с которым вам, с которым вы сталкиваетесь. Вот. Понимаете? Какая ссория? Мне кажется, что здесь вот нужно от этого исходить. Далее. Он принижает все мои заслуги, постоянно придирается, даже про работу говорит, что кому нужна такая работа. Ну, муч, знаете как, муч, он, очевидно, проецирует на вас свою неудовлетворенность и несостоятельность. Вопрос в том, значит, как вы это воспринимаете. Вот. Так как из-за этого я не могу брать больничных много и с ребенком часто остается он, что он работает по графику четыре дня, два на другой. Однажды высказывают своим родственникам при мне, что я не справляюсь с ребенком, хотя я ухаживала за ним одна совсем без помощи бабочек. Но вот здесь вы, опять же, склонны жаловаться и склонны обрадоваться. То есть, если вы что-то делаете, то вы делаете. Если вы что-то не делаете, вы не делаете. И то, что говорят другие люди, абсолютно никак вас не трогают. Или трогают, но тогда это вас задевает, а задевает то, чем вы не уверены в себе. Вот. То есть, здесь, соответственно, нечеткость вашей позиции. И вторичная выгода в виде жалосты. Вы хотите, чтобы вас пожалели. До сих пор мало кто может оказать помощь, а должны. Все, кто недавно поняла, это то, что я везде, кстати, находилась под эмоциональным насилием. Возможно, но вы позволяли себе находиться. Но мои мечты забивались, мое состояние мало его интересовало. А вас? Вас ваши мечты волновали? Вас ваше состояние волновало? У вас к себе были другие вопросы, кроме как, что купить и что будешь готовить? Вот. Если ему приходится это готовить, например, я поздно пришла с работы, мне это предъявляется моей виной, если я ничего не делаю, он это делает для меня. Но опять же, опять же, это человек такой. У человека есть для этого основания. Да? То есть мужчина, по сути, играет в игру, если бы не ты. Тоже вот посмотрите в интернете. Вот. Ну а вы ему подыгрываете. А все это в итоге, эээ, провоцирует игру скандал. Эээ, семейную, семейную такую игру имеют супругам. Вот. Тоже посмотрите в интернете. А, любое мое желание как-то отдохнуть, высказывается как лень, что я ничего не делал. Любое мое желание как-то отдохнуть. Так, а, не надо желание высказать, надо просто отдыхать. Но вы имеете на это право. Сперва вы позволяете себе, потом другие вам позволяют. Если вы себе не позволяли этого делать, то и вам никто не позволит этого делать. Соответственно. А, маме, моей маме вообще сказала, что я лентяйка со моей спиной. Ну, это вот вы и жалость, это вы и жалость на него, это деструктивно очень. То есть какая разница, кто-то говорит и что делает. Что вы делаете и что вы говорите. Немаличие периоды стабильности все равно сменялись какую-то, так сказать, агрессию, раздраженность и постоянной критикой. Как вы думаете, почему? Дайте проезжать агрессию к рубилку, любая воспитательная цель. Фраза, сейчас ударил палкой. Это подавление, подавляющее родителей стремится к контролю. С контролем он видит безопасность. То есть для вашего мужа безопасность достигается только так. Это значит, что у него нет личных границ, так же, как у вас. Что, в общем, логично, учитывая, что у вас нет личных границ. При этом, в другой стране, вроде, заботы к нему проявляют, может покормить, погулять и поцеловать. Ну, покормить, погулять, поцеловать, это сомнительное проявление заботы, надо сказать. Вот. Я так благодарю, что он это делает, когда у него хорошее состояние, а не всегда. Меня это все сводит с ума. Это вас сводит с ума, понимаете? Это вас сводит с ума, потому что это неопределенность. Вопрос, что вы сделали для того, чтобы была определенность? Это двойственность ко мне и к ребенку. Это манипуляции? Нет. Если это манипуляции, то это не осознанные манипуляции. Ваш муж вряд ли преследует какую-то прямо конкретную цель вам их манипулировать. Скорее всего, муж просто проецирует на вас свою неудовлетворенность. Единых отношений у нас нет полтора года, я не хочу вообще, он не настаивает, слава Богу. Ну, я не знаю, за что вы сдаёте хвалу Богу, если вы считаете это нормальным, то будущее вы как видите? Кстати, мне можно запросто сказать, что если кто-то не выздоровит, иди к маме в грубой форме и что? Почему вы это сказали? Ну, может сказать и... Понимаете, вы тоже занимаетесь проецированием на мужа своих чувств. Вот всё вот это, это ваша неудовлетворенность. Это ваше неудовольствие. Но вы одну же требуете делать то, что нужно делать вам. Добровольно уехать к своим родственникам в свою комнату он отказывается. А должен, если это ваша квартира, то он не имеет права отказываться, если это его квартира, то он имеет права отказываться. То есть, с чего вы решили, что он должен добровольно уезжать куда-то. Посылать меня домой ехать к своим с ребёнком. Ну, это, опять же, с его позиции, с его точки зрения, это правильно, потому что вы еще хотите с развода, а не вот. Ехать мне особо некуда у родных муниципальных квартир, в которых я смогу жить в одной комнате с моей мамой и моим сыном. Ну и что, это неплохо. По крайней мере, вам будет спокойно, да? Вы сможете работать, заработать немного денег. Ребёнку, кстати, не нужно будет ходить в садик, он будет с бабочкой. Вы заработаете денег и сможете жить в своей квартире, разве нет? Возить ребёнка в садик через полгорода, получить быстро перевод в другой сад нереально. Сейчас вы играете в игру, если да, но. Сейчас вы играете в игру, да, но. Потому что никакой садик ребёнку не нужен. Бабочка ему будет более чем достаточно. Вот. Так, ну почему боитесь и не реч... Так, ну не понимаю, почему боюсь и не речаюсь в порядке на развод. Это вы спрашиваете у нас. Я полагаю, что ответ на этот вопрос найдете вы их только. Для того, чтобы ответить вам на вопросы, то очень мало информации вы бы предоставили. Кроме жалоб на мужа, да, и на свою, так сказать, семью, вы никакой информации не предоставили. Больше. Но я сказал вам, почему вы боитесь и не решаетесь подать на развод. Это, кстати, противоречит тому, что вы пишете, я хочу разводы, но не знаю, как это реализовать. Даже моя мама, увидев его отношение ко мне этим летом, сказала, что увидит только одно решение развод и понимает, чему это все выйдет. Да, при чем здесь ваша мама? Вы. Ваша мама вообще отношения к этому не имеет. Правда, она сама развелась, когда мне было два-три года, законный брак не вступила, почему не вступила, почему развелась. Но имеет постоянное отношение, либо порядка 15 лет. Ну, здесь нужно разбирать, какие сценарные триггеры вы уловили от своей мамы, усвоили. Пусть манипулирует этим, что раз моя мама развелась, то я хочу как дуру. Ну, знаете, манипуляция, я не верю в эту манипуляцию. Это эмоциональное насилие, или я просто так себя чувствую, или это просто я так себя чувствую, это нормально. Нет, страны мужья это не нормально, это, безусловно, попытка принять вас, но это не манипуляция его. Эмоциональное ли это насилие? Понимаете, эмоциональное насилие является таковым только в том случае, если оно, насилие, представляет из себя саму цель. Я не уверен, что для вашего мужа эмоциональное насилие является цель, и мне не нравится, как вы употребляете эту фразу. Как понять себя и побороть страх одиночества, как морального, так и финансового? Эээ, Анастасия, вы серьёзно задаёте этот вопрос здесь, на форуме? Вы серьёзно думаете, что на него можно ответить вот так? Вам не кажется, что этот вопрос слишком сложен, чтобы ответить на него? В каком формате? Во-первых, чтобы понять себя, нужно начать о себе заботиться и прислушиваться к себе. Для этого нужно вспомнить свои социальные роли, и свои желания, и взять ответственность за это. Во-вторых, эээ, поборовать страх одиночества не нужно. Страх нужно раскрыть и понять, в чём для вас опасность, и как эту опасность можно оккупировать. Эээ, морально одинокий вы не будете точно, потому что вы будете жить с мамой, по крайней мере. Я не очень понимаю, о каком моральном одиночестве вы говорите. Финансовое одиночество тоже не будет, потому что вы будете опять же с мамой, и, там, у вас будет поддержка. Вот. То есть это надо уточнять, и с этим нужно работать. А, ведь самой же плохо, и нормальный человек не задумывается, давно ушёл, а я терплю-терплю. Ну, это, опять же, обычная выгода такая, что вы можете жаловаться, вы можете снимать ответственность, для вас это очень важно, поэтому вы терпите. Мои любые просьбы на что-то, или не вести себя так, и т.д., помогают ненадолго. Ну, вот, это один из душевых моментов. Мои любые просьбы на что-либо. Просьба. То есть, просьба взять ответственность. За вас. Вот. Я полагаю, что вот так вот, и потому вы и не уходите, потому что вы имеете возможность сейчас спрашивать у кого-то. С мамой особо не спросишь. А с мужем можно. Вот вы это и делаете. Выгодно вам, выгодно застерпеть в данном случае. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго. И вам нужна регулярная индивидуальная работа с психологом, потому что по-другому ваши проблемы не решить.